Всем доброго времени суток! Рад приветствовать вас на канале Миниатюра и Диорамы. Сегодня мы с вами будем расписывать лицо фигурки. Расписывать мы будем с помощью набора красок от Pacific серии ArtColor, предоставленной магазином Моделист Подольск. В видео мы также затронем создание влажной палитры. Каким образом будет создаваться влажная палитра? Будем брать базовый оттенок, будем брать высветление и по этапным добавлениям высветляющего слоя создавать несколько оттенков. Мы будем использовать 5 высветлений. Для базы в данном случае мы использовали телесный базовый 2, а для высветлений телесный светлый розовый. Пришло время создать наш ряд затенений. Для этого мы будем использовать телесные тени 3 и также поэтапно будем смешивать наш базовый цвет с данным оттенком. От темного к более темному. Субтитры создавал DimaTorzok Добавим в наше затенение немного цвета телесной тени, чтобы затенение не выглядело таким розовым. Субтитры создавал DimaTorzok Нашей влажной палитры мы можем перейти непосредственно к росписи лица. Первым этапом, как и на другой любой фигуре, это будет нанесение базового оттенка на фигуру. Но в этом этапе нет абсолютно ничего сложного. Просто наносится базовый цвет. Здесь мы брали телесный базовый 2 и наносили на лицо фигур. После высыхания базового оттенка мы приступаем к нашим высветлениям. Я для высветления использую кисти от компании Рублев. В данном случае набор номер 7. И кисть из этого набора, из натурального ворса, колонок. Размером 0. Высветление наносится на выступающие части. Начинаю я всегда с носа. Потом идут надбровные дуги. Носогубные складки. И первый слой высветления перекрывает практически полностью все лицо. При необходимости и при желании можно накладывать несколько слоев первого высветления. В зависимости от того, какого контраста и насыщенности вы хотите добиться. Бывает даже, что порой достаточно двух высветлений, но очень большого количества слоев. Для достижения необходимого контраста. Продолжение следует... На данном этапе вы можете видеть два или три слоя. первого высветления. Обычно я использую подобную технику, но никого не призываю делать так же, как я. Единственное, пользуюсь подобной техникой. Я все же уменьшаю радиус каждого последующего слоя. Для того, чтобы фигура не была чересчур засвечена. После того, как первый слой высветления нанесен, мы приступаем к нанесению второго слоя высветления. Точнее, второго оттенка, который более светлый, чем первый. Но здесь работа уже ведется более детально, так как нужно уже уменьшать площадь нанесения, чтобы не перекрыть полностью наш оттенок номер один. Второе, третье, четвертое и последующие высветления наносятся все по аналогии. Каждый из последующих слоев наносится на меньший участок. Поэтому не вижу смысла останавливаться на каждом слое подробно и предлагаю посмотреть это в ускоренном варианте. А подробно мы с вами остановимся на нанесении теней. Продолжение следует... После нанесения высветлений мы с вами приступаем к процессу нанесения теней. Берем наш оттенок затенения номер один и начинаем проходить по всем складочкам. Это первоначальная задача при нанесении затенений. Обязательно прорабатываются все углубления. Обязательно проходятся места, где может быть отброшена тень от одежды и прочее. Это необходимо для разделения оттенков и для придания дополнительного объема. После того, как мы проходим все углубления, мы начинаем с помощью первого слоя затенений выходить немного из углублений на наши высветленные слои. Это делается для того, чтобы в последующем сделать переход светотени более плавным. Не бойтесь на данном этапе чересчур вылезти на высветление, потому что в будущем это все можно будет с легкостью подправить. И ничего страшного в этом, в принципе, нет. Субтитры создавал DimaTorzok При нанесении нескольких слоев затенений номер 1 мы начинаем делать затенение номер 2 более темным оттенком, но здесь уже в обратной последовательности, нежели в высветлениях. Мы наносим более темный оттенок в более низкие места. То есть мы уменьшаем нанесение, но уже внутрь. От светлых областей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После нанесения всех слоев затенений мне показалось, что некоторые тени очень интенсивны, и я немного приглушил места, где должно быть больше света с помощью телесного оттенка, но который был немного разбавлен, больше нормы. И тем самым сглаживал переходы, делая их более плавными и убирая излишние тени, убирая, можно сказать, излишний контраст. Ну а где-то наоборот добавлял глубины теням, где мне показалось, что этого недостаточно. Делал это максимально темным оттенком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После нанесения всех затенений я решил подправить немного фигуру в плане переходов и дополнительно прошел еще раз сильно разведенным высветляющим оттенком для сглаживания резких границ и для придания фигуре окончательного вида. На данный момент фигуру, точнее ее лицо можно уже было считать законченным, поэтому подведем небольшие итоги по работе с краской Pacific серии ArtColor, предоставленной магазином Моделист Подольск. Что могу сказать, мне понравилась в данной краске эта матовость, которая на хорошем уровне в принципе присутствует, но есть небольшие огрехи в плане консистенции, наверное. Что-то меня очень сильно смущает в плане после работы с краской Валеха. Но это как бы мелочи. Если у вас есть финансовая возможность для покупки краски Валеха, я все-таки посоветую приобретать именно ее. А краской Pacific я посоветую пользоваться тем людям, которые не хотят тратить деньги на Валеха, но хотят попробовать себя в росписи. В принципе, ArtColor годен для этого. Но это лично мое мнение, я не буду никому его навязывать. И могу сказать, что, скорее всего, я останусь на краске Валеха, так как мне она нравится более и в плане консистенции, и в плане укрывистости, наверное. Но вот единственное, у нее хромает матовость. А всем, кому видео оказалось полезным, подписывайтесь на новое видео. Ставьте палец вверх. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok